Сегодня мы будем делать видео по замене колодок на автомобиле Hyundai Getz. Такая же технология на акцентах и на всех автомобилях. Первым делом мы сняли колесо. Вот у нас суппорт. В суппорте две колодки, плавающая скоба. Для того, чтобы нам открутить и вытащить, поднять суппорт и вытащить оттуда колодки, нам немножко его надо предварительно разжать, потому что выработка уже на диске есть, и за вот эти вот бортики, а колодки будут цепляться, он не даст нам вытащить. Как мы это можем сделать? Самым простым способом засовываем под суппорт отвертку. Вот он, в принципе, у нас заходит. То есть тут тормозная система исправная, поэтому проблем никаких нет, все достаточно мягко. Следующим этапом мы откручиваем нижний болт, держащий суппорт. Вот здесь видно его. Вот нижний болт на нижнем направляющем. Болт на 12. Сильно он закручен не должен был быть. Но откручивался по сравнению раз давно. И поднимаем в скобу. Здесь мы сразу можем визуально оценить состояние пыльника вокруг цилиндра, состояние пыльников на направляющих. То есть направляющие, кроме того, что они целые, они должны вот так вот свободно ходить. Что верхнее, что нижнее. И это гарантирует какой-то определенный результат. Теперь смотрим, собственно, почему мы решили менять колодки. Я это видео задерживал. Хотел показать, как могут свистеть колодки, поскольку на них, на всех существует акустический датчик. Идея автора заключалась в том, что у нас почему-то датчика уже вообще нет. Ага. Вот тут вот-то мы и задержали. Вот здесь вот отчетливо видно, что акустический датчик у нас уже давно сломался. У колодки очень приличная выработка. Как мы поняли, что у нас отсутствуют тормоза. При торможении где-то со 100-110 до 80, в принципе, все хорошо. Но потом, когда колодка перегревается, у нас был очень серьезный звук, очень громкий звук трения какого-то дополнительного. Ну, в принципе, все объяснимо. На новых колодках покажу, как выглядит этот акустический датчик. Далее. Для того, чтобы мы все правильно и красиво сделали, чтобы тормозная система нам говорила, только спасибо. Мы снимаем направляющие. Вот эти и их прочищаем. Можно щеткой, можно тряпкой, можно какими-нибудь моющими средствами, но только обязательно потом все вытереть хорошо. Не обязательно до полного блеска, но пылепорошок лучше снять. Потому что эту скобу мы будем потом смазывать. Высокотемпературной пастой для тормозных систем с целью того, чтобы у нас колодки меньше скрепили и подвижность колодки была мягкая и непрерывная. Смазали, подготовили. Следующее, что мы делаем, цилиндр у нас вышел достаточно далеко, несмотря на то, что мы его даже задавливали. Ну вот, в принципе, ладно, видео не удалось. Прошу прощения, у меня сильно хорошая тормозная система. Тфу-тфу-тфу. Вот, поэтому задавился цилиндр руками, но обычно для задавления цилиндра используется вот такого типа инструмент. Этот инструмент самодельный, также они продаются, в принципе, на рынках. Он весьма универсальный. Инструмент задавливания цилиндра. Вот, берем новые колодки. Конечно, не хотелось бы рекламировать, но, к сожалению, у этих колодок есть одна особенность. Их цвет, поэтому знающие люди, конечно, сразу поймут, о чем идет речь. Эти колодки мне вполне нравятся. Для меня это определенный баланс цены-качества. Колодки фирмы Nibok. PN0091. Это колодка, которая идет на Hyundai Getz, на Accent, Kia Rio, ну и, в принципе, очень многие автомобили схожего класса. Что мы теперь делаем? У нас, чем еще хороша упаковка Nibok, то, что они дают смазку в комплекте. Здесь еще в этом комплекте была сеточка, но я ее уже куда-то делал. Значит, идея была в том, что на вот эту пластину наклеивается сеточка, для того, чтобы колодка лишний раз не стучала, и сеточка промазывается смазкой. Уменьшает лишний звук при торможении, при хождении колодки в суппорте. Но мы этого делать не будем, это несущественно. Мы просто можем смазать под пластиной слегка, чтобы она била. Ну, попробуем сделать. Куда-то же заводскую смазку надо делать. Снимаем пластину, слегка промазываем. Не обязательно какой-то толстый слой. Ставим пластину обратно. Подготовили одну колодку. Подготавливаем вторую. Так, что-то пошло не так. Вторая у нас будет обычная. Вот, обратите внимание, то, о чем я говорил. Акустический датчик износа колодок. Идея заключалась в том, что когда колодка стирается до этой металлической пластины, она начинает, соответственно, что делать? Скрипеть. И делает это, в принципе, всегда. Как этот скрип отличить от скрипа грязных колодок, то есть, ну, какого-то повседневного? Как мне в свое время сказал один весьма грамотный человек, разбирающийся хорошо в ремонте автомобилей. Он мне сказал одну фразу, ты поймешь. Когда у меня первый раз заскрипели колодки, вот именно из-за этого акустического датчика, я действительно понял. Это скрип, который был, ну, очень гробкий. Он не зависел ни от торможения, от педали тормоза вообще никак. И он был постоянный. Ну, как бы за исключением, пока машина не стояла. То есть, при любом движении скрип, скрип, скрип. А здесь производитель допускает максимальный износ, который не повредит вам тормозную систему, не повредит диск, стершийся колодкой, вот как здесь. Здесь мы, ну, очень серьезно перекатали колодку. Вот из-за чего, в принципе, диски было бы неплохо проточить, но у нас на это нет времени. Вот обратите внимание, что после того, как появится скрип, у нас еще есть миллиметра два толщины колодок. На этом еще можно ездить. То есть, когда появляется скрип, не обязательно сразу бить панику. У вас есть еще неделя-две, свободно, чтобы подобрать колодки, записаться на сервис. А тут, действительно, я вспоминаю, этот скрип был. Этот скрип был где-то месяц назад. То есть, я его проигнорировал, я все ждал, когда он усилится, чтобы на видео его услышать. Вот. Но что-то пошло не так. Акустический датчик отломался, и мы сточили колодку почти до миллиметра. То есть, вот где-то миллиметр у нас ушел за месяц. Достаточно при интенсивной езде. Это уже совсем другая история. Что мы делаем теперь? Самое главное. Мы смазываем саму колодку. Мы смазываем колодку в месте, где она будет ходить по направляющей. Для этого существует очень много паст. Также существует... Можно использовать пасту, которая идет в комплекте. Ну, вот конкретно у этой фирмы. Во многих производителей тормозных колодок в комплекте такой пасты нет. Что делать в этом случае? Ну, мы пользуемся антискриптной пастой фирмы Liqui Moly, артикул 7656. Эта антискриптная паста рассчитана на смазку как направляющих, так и закладки смазки в пыльник. Это высокотемпературная паста. Ну, вот вы видите состояние. Последний раз я смазывал этот пыльник, ну, я не помню даже, наверное, года полтора назад. То есть, в принципе, он достаточно хороший. Это ни в коем случае не реклама. Существуют такие же пасты, по-моему, у Кастрола. Такие же пасты существуют как по заводскому каталогу у BMW. Поэтому, в принципе, при желании вы можете найти ассортимент достаточно велик. Смазываем, ну, достаточно толстым слоем. Ему надо будет разойтись. Но, тем не менее, без фанатизма, чтобы смазка не попала на рабочую поверхность. Вот здесь у нас уже чуть-чуть попала смазка от заводской пасты НИБК. Ну, несущественно. Акустическим датчиком ставим колодку внутреннюю. Соответственно, получается, датчик у нас идет снизу, что позволяет автомобилю при достижении этого зазора акустический датчик будет выворачиваться по ходу движения. Видите, да? Снизу стоит, диск вращается, а по ходу движения он будет выворачиваться. Если он будет загинаться вовнутрь, то есть большая вероятность, что загнет, потому что металл достаточно слабый и начнет вам очень серьезно царапать диск. Страшного абсолютно ничего, поскольку вы не планируете на этом кататься в течение полугода-года. Но, тем не менее, для диска это будет немножко неприятный процесс. собираем вторую колодку, так же ее промазывая. По поводу, кстати, расхода пасты вот этого пакетика, 10 грамм в этом пакете, его может хватить на замену, ну, скажем, колодок автомобилях так. на 10 грамм. То есть расход вполне минимальный. Вставляем колодку. Колодка не вставляется. Тоже абсолютно нормальная практика. Забивать молотком ее не надо, значит, где-то у нас закусило скобу. Ну да, вот сверху у нас не совсем ровно стала скоба. Ну, что ж, не ленимся. Вставляем ее нормально. Оп. Все, в принципе, процесс замены колодок у нас закончился. Теперь, что мы делаем, это ставим аккуратно суппорт на место, закручиваем болт. Если есть динамометрический ключ, то затягиваем с момента где-то 35-40. С другой стороны, мы сейчас будем проделывать ту же самую процедуру. Очень важное замечание, что после замены колодок, вот видите, у нас появился очень большой ход, и этот ход не факт, что выберется при первом нажатии тормоза. К чему я это все? После замены колодок, перед тем, как вообще затормозить на машине, как выехать, даже перед тем, как завести, стоит несколько раз нажать на тормоз. Цилиндр выберет свой ход, свое место, и тогда колодка уже будет готова к торможению. А в дальнейшем для правильной обкатки колодок желательно километров 200-300 избегать экстренного торможения, ну, по возможности, да, избегать длительного торможения, то есть, всячески избегать перегрузок, перегрева колодок. Километров 200-300 колодка выработается, правильно притрется к вашему диску, к неровностям диска, то есть, в принципе, ровных дисков при замене практически не бывает, только если вы их не протачивали. После этого с колодками можно делать что угодно, с педалью тормоза соответственно то же самое, но вот 200-300 километров желательно выдержать. Пожалуй, на этом все.